привет дружище меня зовут шамбу и мы путешествуем по долине ледяного ветра прошлая серия естественно не записалась как же бывает иначе и так что в ней было в общем мы до этого были в тюрьме нашли духа барда точнее даже его тело нашли он сказал что мы должны умереть и мы должны выбираться отсюда и отправил нас в катакомбы вот из входа в катакомбы мы двинулись дальше здесь мы встретили всяких шакалов ликантропов которые превращаются в оборотни и нашли еще один портал он находился вот здесь шесть камней призывают демонов здесь стояли призыватели с ними справился и на их теле нашел записку но точнее на их теле там рядом была в кровать по моему так не это у кого записка признавайтесь кто ее спер а вот она а свиток на этой вырванной странице единственная запись я давно исследую портал пытаясь понять как господин изменил его если я узнаю мы наконец-то освободимся от его жестокой власти мне нет никаких подсказок кроме его идиотских загадок верху небеса земля и море внизу движется солнце весь день превращая в ночь со временем года меняется все вокруг камни числом пять пробуждают врата открывается дорога домой все что я могу понять это что для активации устройства нужно пять камней каждый из них символизирует один из пяти аспектов небо день земля море и ночь нужно правильно расставить камни по местам и портал откроется вроде бы все просто это меня и беспокоит слишком просто это совсем не в духе господина могу предположить что эти камни чем бы они ни были нужно как-то изменить тогда строчка времена года обретает смысл да мы здесь находим всякие камни в сундуках и потом точнее мы находим их в такие блеклые слабенькие а затем мы должны отнести их на алтарь времен года они становятся совершенными безупречными мы нашли два камня один солнечный камень а другой звездный сапфир то есть один символизирует солнца день другой символизирует небо так отправляемся в вторую часть пещер что она ждет здесь самое сложное что я встречал это были камешки камешки помехи а тут теперь еще и пауки это такие статуи ожившие которые около алтарей находится и без конца спамят магическим снарядом причем не первого уровня а довольно таки высокого уровня как хорошо развитый чародейма так паук телепортировался мертвым вот как раз сейчас увидим вот еще одна дверь скорее всего там будет очередной алтарь очередной камешек загадка камешек помеха и сам камень который активирует портал и так сохраняемся заходим внутрь так здесь меня атакуют сразу жуки понятно давайте зеркальный образ и атакуем их в ответ готова так болезнь подхватили не страшно надо вот не щенков первое дело убить остальные не представлять никаких проблем заодно исцелим болезнь лично вылечились так вот и на сундук идем к сундуку тут камешки есть помехи нет я вижу только пауков сами пусть ко мне бегут разбит так изумруд дефектный изумруд чему он символом может быть изумруд светящийся зеленый берилл с перпендикулярными гранями которые после огранки обретает прямоугольную форму изумруд изумруд есть день так что там было в записке точно день-ночь море зим может и землю символизирует изумруд ну да земля зеленого цвета там растительницы дела так здесь что-нибудь еще есть вот здесь мы встречали стадо минотавров которая заманить нас хотел в ловушку с ним и сначала встретили одного минотавра так вот они камешки помехи они уязвимы только для дробящего поэтому с ними очень сложно амбицией бороться давайте быстрее лома и после того как мы камень помещаем на алтарь они возрождаются также вносит дополнительную помеху куски разрубили теперь тебя ломаем вот они очень большой урон производит своим магическим снарядом отлично а что это за алтарь на этом мозаичному камне изображена руна считается символом земли до изумруд это земля забираем золото исцеляемся исцеление хотя тут можно было по 1 уже не успел не исцеление читать а критические раны вылечить ладно полностью сразу вылечимся не страшно если что мы отдохнем так теперь выходим идем в пещеру с алтарем времен года эта пещера расположена там где нас встречали минотавры вот здесь и как только положим камень он пропадет но снова появится на алтаре то есть нужно будет в текущую пещеру в которую мы сражались вернуться и камешки помехи опять возродятся также неудобство доставляет то что в этих катакомбах совершенно нельзя отдыхать не понимаю почему так сделано но действительно нельзя так давайте отдадим велиут он быстрее всех на свете бегает алтарь времен года по моему это он до со временем со временем года меняется все вокруг но не алтарь сундук получается подходим кладем изумруд изумруд исчезает и теперь возвращаемся в предыдущую пещеру правда я еще не понял куда именно эти камни нужно класть потому что со столбами которые находились около портала к демонам нельзя взаимодействовать то есть тут некуда положить возможно во второй части пещеры им будет это место давайте я просто пробегу мне не хочется с ними сражаться лишний раз да вот они возродились как назло вот забираем алмаз алмаз символ земли ну наверное бежим и исцеляемся они вроде нет они за мной идут я думал они со мной не ходят не стоят на месте как мне казалось но нет они ходят они научились ходить хорошо что они не научились выходить из пещер это полностью исцелились определён нужно сохраниться и движемся дальше так пока ни ловушек ни шакалов нет у входа в пещеру здесь было очень много ловушек на полу огненные шары молчание парализация так шаркун здравствуйте серьезная рана кто тебя так ранил еще один шаркун ты тоже серьезно ранен да кто-то с ними бился видел теперь они с нами бьются отлично если бы они не были ранены они доставили куда больше проблем так что у нас здесь а здесь рикаша живет так хелен иди-ка с ним поговори новые пешки для игры дурака понятно ну что чем рикаша может вам помочь игра дурака что ты имеешь ввиду полагаю вы сами прекрасно понимаете ведь вас заманил сюда мелкий вы не согласны что служите для игры его господина а мелкий это хоббит хоббарт шерстолап его господин это повелитель загадок предположим что я не знаю чем ты говоришь объясни подробнее ладно мелкий хоббарт заманивает сюда искать или приключения обещаем славу и богатство попасть сюда они обнаруживают что это ловушка и теперь они во власти хозяина крепости так начинается игра господин дает вам задание чтобы выполнить вам необходимо идти глубже и глубже в его владении в чем смысл и я не знаю а что ты можешь рассказать о хоббарте много лет назад он пришел сюда искал выход но не смог найти в конце концов он стал слугой господина и теперь до некоторой степени свободен не стоит доверять мелкому на что ты можешь рассказать о господине лишь одно здесь его власть абсолютно мы все его пленники рабы или слуги зависит только от того как на это посмотреть а ты как на это смотришь шрикаша в юности я была его слугой я сам этого пожелал в расцвете сил я была его рабом я не желал этого но не мог ему сопротивляться теперь на склоне лет я его пленник больше я не могу сложить ему но и не обрету свободу так значит отсюда нельзя выбраться можно если бы удалось открыть портал мм тот есть портал и как же его открыть было время когда мой народ жил на поверхности но однажды с неба свалился огненный дождь земля разверзлась наш город разрушился и часть его провалилась вниз те немногие кто выжил оказались заперты здесь как в ловушке продолжай продолжая слушаю мы хотели сделать самое простое устройство чтобы только перенестись на поверхность прямо над нами при таком небольшом расстоянии затраты энергии не великие были бы на создание портала ушли годы годы и годы но мы справились к несчастью он принес нам только страдания а что же случилось пока мы прозевали в подземелье на нашу землю пришли люди построили наверху крепость и наш портал открыли на его территории мы вышли из портала и в святая святых крепость и люди подумали что мы захватчики разыграла жестокая битва и нас загнали назад в портал понятно что было потом люди последовали за нами чуть не истребили всех нас когда они решили что мы более не опасны для них они сломали портал погоди погоди они сломали портал да да слушай меня спустя годы сюда явился хозяин крепости он исследовал портал и каким-то образом заставил его снова работать после этого он забрал несколько ключевых элементов и спрятал их в различных местах пещеры ты знаешь какие то были элементы к сожалению нет это случилось задолго до моего рождения может быть известно шаманов нашего народа но они не согласятся раскрыть такую тайну где найти шамана идите по ту сторону откуда пришли найдите комнату где стоят камни шаманы живут там но берегитесь они не будут так же добры к вам как я а еще один вопрос река шаг где находится портал следуйте дальше по этому коридору и найдете озерный храм портал в нем понятно мне надо идти до встречи так у тебя можно что-нибудь спереть и и куда ты он убежал насовсем или просто тут стоять будет давайте с ним еще раз поговорим может у него есть другая ветка диалогов река же снова приветствую тебя чем он может вам помочь ух ты мне нужен отдых могу я здесь поспать если хотите на здоровье я прослежу чтобы вас никто не беспокоил благодарю отдыхали 16 часов а ну наконец вот в первую очередь если идете в пещеру сразу идите крикаши и тогда не потребуется никуда уходить обратно в тюрьму и там бегать отдыхать так что то еще можешь рассказать мне требуется лечение ты можешь помочь да но за оплату мне лечение не нужно извинили каша стоять куда-то побежал так кто ты такой я река же отставной воин шакалов отставной воин да я старею меня утомляет насилие кровопролитие я хочу мирно прожить остаток своих дней а каких шакалок ты говорил кто это шакалами называет себя мой народ мы рождаемся в виде шакалов с возрастом учимся понимать облик воина и человека сейчас я перед тобой в облике воина а вы раса ликантропов нет ликантропия это болезнь которая принуждает изменяться мы не больны мы меняем облик соответствии со своей сущностью то есть сейчас ты можешь превратиться в человека или шакал если пожелаешь и я старый утомлен меняться тяжело и больно я предпочитаю ставляться в том облике что и сейчас так но об остальном мы уже поговорили ладно до встречи так давайте теперь обследовать дальше то есть вот здесь будет портал значит давайте идти в другую сторону вот сюда например откуда пришли эти шаркуны что они тут шаркаль так неразумно было так сильно продвигаться они ранены нет ни царапин серьезные раны пока что по поводу урона огня получено урона 10 у них сопротивление от рубящего да они неплохо такое урон но они уже при смерти главное что мне урон не наносит у них не такая высокая так отлично они умертвы оба еще один вот они гораздо слабее тех призрачных стражей что были в замке мол дарек как бы я хотел постоянно биться шаркунами но главное чтобы сейчас шаркун с одного удара с одного попадания меня не убил а то вдруг это у них какая-нибудь особая способность так и здесь неплохой урон но они редко попадают так и здесь у них ничего собственно нет просто это какой-то угол чтобы прокачаться так скажем хотя может с этого мы что-нибудь подберем тяжелые раны какие же они живучи при смерти не давай умираешь ну наконец то нет также с его трупа ничего не взять здесь ничего не спрятано если долго глядываться в стену тоже ничего не видим хорошо идемте вниз вот здесь явно сундук который нам нужен а как туда пройти я знаю нет я просто на него смотрю можно было конечно использовать скачок у мага на что-то мне кажется я должен туда нормально пройти испугался сейчас река шу спускаемся вниз во-первых сохранимся так есть путь в эту часть и куда-то сюда вниз скорее всего в эту сторону будет как раз таки портал так опять шокол воин ну атакуй меня получается мы устроим геноцид целого народа разрубая их на куски но я такого не хотел они сами нападают конечно мы вторглись в их территории но могли бы они хотя бы как-то мирно с нами поговорить так тут у них стол тут они ели ухты 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 сколько всех пришло размытие так а тут моя магичка только защищается так сейчас быстро этого шакала нужно добить отлично и в атаку в атаку и моя жрица сейчас может умереть жрица убегай а магичка читаю ускорение только ускорение меня спасет так ускорил все непонятно только она ускорил смысле почему мне только один компаньон ускорился нет но это однозначно поражение будет сейчас я могу конечно самоубить всех так во первых глар безум не с тобой нужно справиться давайте попробуем перстом смерти убить магичка то сражается жрица не может убежать я смогу ее исцелить наложением рук и она давайте выпить зелье отлично теперь она не может отбежать паладинша паладинша может исцелить где она вообще она довольно таки далеко так ты отойди паладинша иди наложи руки отлично теперь жрица убегает так дальше сражаемся как бы у вас всех так побыстрее работать во первых мне нужно исцеление жаль нельзя наложить исцеление на весь отряд контроль разума какой-то нет это сейчас будет поражение за счет того что мою паладиншу взяли под контроль то есть мне нужно как раз вот этих вот шакалов шаманов в первую очередь с ними сражаться ладно загружаемся и идем серьезно биться я не думал что такое жесткое сопротивление будет где я нахожусь да значит повернем в эту сторону а здесь обвал произошел и тут не пройти то есть я шел по единственному маршруту который доступен ну давайте во первых подлечимся сейчас будет бой уже сейчас будет бой нас заметили или нет да он использовал взгляд побежит ко мне нет никто не бежит значит лечимся так лечимся используем раз благословение точнее там молитву теперь два благословения магичка использует зеркальные образы используют размытие дальше читаем декламацию и читаем еще молитву все отлично и вот теперь можно действительно нет вы не можете сейчас сохранить игру не можете сохранить игру а почему а в чем проблема сохранить сейчас игру на меня и действует слишком много эффектов видимо мне эти еще просто ускорение сейчас наложить почему не подвергается не понял неудача заклинания какая-то было ладно давайте так всех разломаю по-быстрому только на нас действуют все благословения мгновенно всех уничтожаем так шаманы в первую очередь вас я должен уничтожить так поэтому начинаем запускать туда огненные шары очень здраво будут заходить раз пошел опаньки велет ты сильно ранен ну-ка спасайся нет тебе видимо не спастись хотя нет может так чем бы тебе спастись выпить зелье дальше еще один огненный шар летит нет ему не спастись действительно ему не спастись это плохо значит мы действуем следующим образом магичка должна убежать от глар везу не просто отвлекать на себя врагов бегая тут так мы кого-нибудь забиваем здесь одного шамана забили забиваем другого шамана в куски забиваем третьего шамана опаньки это плохо убегай жрица жрица живи живи бульк щит латандер сейчас бы быстро на себя нацепить каким-то образом а зелье невидимость давайте его выпьем не получается пока выпить бульк отличная вне видимости геронки сертин сейчас может умереть он умирает не поделаешь ничего давайте здесь гнев малавана а распыление это у меня нету гнева малавана перс смерти почему бы нет так теперь тебя никто же не видит да ее никто не видит она может исцелить мой отряд здесь где мой меч против демонов вот гларбезу уничтожим потому что он наносит очень много повреждений ты тоже оттокруй его перс смерти не помог это печально что можно стать машиной для убийств попробуем нет заклинание было с оруми значит тоже нужно убегать это мы проиграем скорее всего опять же да теперь начали благословение спадать нет они не дают ни одно заклинание прочитать ладно это опять же загрузка заново мне нужно во первых ускорение получается прочесть да готово так идемте это очень сложный бой либо мне придется сейчас вызвать просто орду монстров и они будут с ними бороться давайте вызывать всех кого возможно призыв монстров меня не видит ликантроп замечательный зато его видит огромный паук ладно надеюсь началась битва еще вызвали жуков еще вызываем монстров убить этого шакала он действительно ведет себя как шакал сорвал мне заклинание вызов теней ну давайте сразу благословение читать что уж там давайте сразу ускорение прочитать чего уж там ускорение сработало я не знаю почему в тот раз не получилось возможно какая-то молитва делает невозможным наложение заклинаний изменяющих скорость перемещения так следующее тут благословение прочтем какой же громкий звук сейчас был так идемте воевать у нас есть много всего много кто сможет уничтожить вас очень быстро залетели так двор отойди назад жрица отойди назад давай ты подлечишься шаманы там начали что-то шаманить так мне нужно во-первых еще на себя размыть так а ты чего тут стоишь и жуки чего тут стоят атаку дальше призываем еще существ кто это велит велит и куда-то не туда залетел совершенно возвращайся сюда гладь без угла так оттуда мы запустим цепную молнию хотя она по мне ударит вот по нему бы запустить был очень хорошо так это плохо мне кто-то живет очень сильно живет это просто кошмала получается очень сложно понять что происходит кто с кем сражается и кто кого бьет магичка прочла заклинание ух ты как больно бурик нет убежать нельзя нет начинаем умирать ладно все атакуют всех отлично молния по всем пролетела пока что одна смерть это не так уж и страшно исцеление отлично ускорение частично сна спала вызывать нам будет готов дальше ты кто шакал-шаман умирай шакал-шаман умирай так жрица беги ты должна жить чтобы воскрешать сейчас этого шакала нужно ослепить тяжелые раны большой шакал нет не глушится совершенно сферы ай-яй-яй бульк отлично я не видим все это спасение все добили этого шакала надеюсь все будет теперь в порядке да это очень жесткая битва сейчас была так давайте начнем исцелять себе итак я воскресил вилюта забрал все вещи смотрим что у них было так кто из них главный вопрос так это маг понимаю кольцо защиты март манти архимага будет это обычный шаман обычный шаман обычный шаман мы здесь одержали победу так еще шакал воин вот вот собственно и портал так здесь кто-нибудь еще прячется вдаль а возможно кто-то прячется лучше отдохнуть итак я отдохнул я посражался еще шакалами которые неожиданно где-то в пещере на меня напали мои компаньоны умерли я их воскресил давайте осмотрим что здесь все же находится так вот это озеро здесь портал здесь сундучок точнее ящик что в тебе есть призыв монстров но все эти заклинания я знаю разве вызов монстров 6 может у меня нет в книге про да из-за того что магичка умирала у нее все злоты сбиты печально так здесь у меня так так по-моему это невидимость нет не помню какие заклинания на начальном уровне у меня стояли ну наверное стук пусть еще один будет здесь давайте поставим ловушку остальное все на месте так вызов монстр так это тени вызов монстров 5 вызов монстров 6 да у меня 6 тоже есть так что смысла из сундука из ящика брать никакого нет так но я нашел всего лишь 4 камешка нужно их 5 значит вот здесь что-то будет еще правильно ну да мы идем как раз к вот этому месту где был сундук тут у нас что какой-то магический длинный лук пробуем опознать длинный лук снайпера наса плюс 3 урон минус 2 каким образом снайпера неизвестно очень слабый лук потому что мы находили гораздо гораздо лучше кольцо что за кольцо кольцо звериной дружбы кольцо звериной дружбы кольцо друида говорят такие кольца не выходят за предел карманского ордена друидов который тщательно охраняет секрет их изготовления неизвестно как это кольцо скользнулось под защитой леса ходят слухи что его могли унести с собой изгнание мог унести в собой в изгнание друид ренегат чарование животного расстояние 40 футов нет это неинтересное кольцо совершенно оконки паук тут даже несколько пауков так со всеми справились да вот здесь вход еще в одну пещеру где мы определенно встретим очередного полка нет мы здесь найдем еще один камешек но давайте сохранимся потому что по опыту предыдущих пещер там будет что-то нехорошее заходим а лютый медведь на меня нападает что я тебе сделал лютый медведь я только зашел в твою пещеру я понял я понял смысл от того смысл в том кольце в какой был они слишком лютые даже для медведя они чрезвычайно лютые медведи не исцеление наверно тоже исцеление критические раны лечь блокирует друг другу проход и теперь попробуем под ускорением туда зайти и всех победить это единственный вариант как можно их одолеть на мой взгляд так ускорение и полетели и полетели вокруг куча медведей но не беда магичка как ты так получила очень много урона за столь короткий период тенсера трансформируйся атакуем этого медведя они чрезвычайно лютые они наилютейшие медведи нужно опять же будет к ним несколько раз заходить и понемногу их побеждать но я не верю что такие медведи могут существовать зашел без всего без усилений без без какого-то шанса на победу хорошо поехали ближнего медведя убиваем не убиваем совершенно не убиваем ладно поступим по-другому опять все заклинания богослови не используем призыв монстров смысла не несет они за нами не пройдут ну что поехали медведь вы что такие безумные давай наложи пожалуйста высоложение рук на клирику вот честно слово у меня никаких слов нет по поводу этих медведь но не могут они быть настолько сильны то есть я побеждал големов демонов я кого угодно только не побеждал но я проигрываю этим медведям чем их тут кормили какой радиацией и так половину медведей убила идемте убивать вторую половину или они возродились все легкие раны не царапины посмотрим просто я постоянно вот так заходил и побеждал этих медведей так ты раненый при смерти замечательно отлично побежден всего лишь семь с половиной тысячи опыта а что здесь у нас у нас здесь дефектные лунные камни дефектные лунные камни дефектные лунные камни больше ничего нужно кто меня ударил а вот он еще медведь и уничтожен а теперь исцелим Вильот нужно найти еще алтарь лунного камня а потом нужно будет туда сбегать как понимаю осталась вот эта вот часть и можно будет открывать портал но портал мне кажется меня никуда на родину не телепортирует а ли телепортирует в другое место тогда вот отсюда мы будем забирать можно было это в принципе не делать вот ладно уворачиваемся нет не помогает теперь бежим к минотаврам будем менять суть этого камня вот это очень неудобно бегать туда-сюда я сейчас конечно под ускорением я быстро перемещаюсь но как это неудобно действительно но мастер загадок вот такой вот загадал теперь мы отсюда должны вот такой вот путь проделать чтобы кто-то из моих дурачков пошел назад еще супер вот как он мог сюда назад вернуться будем ждать пока не дойдет так вот я предлагаю в этой серии во-первых собрать вот этот камень потом вот здесь мы возьмем еще один камень а будем открывать портал в следующем мне кажется это будет концовка дополнения и мы откроем портал но скорее всего не к себе а на какой-нибудь план существования вот этого повелителя загадок и там с ним столкнемся там должны будем его как понимаю одолеть снять проклятие и все дела так а у кого камень понятно пошел тот у кого камня нет дефектный лунный камень сможет добросить до велюта нет конечно ох иди сюда я хелен все теперь мы устали устали не беда отдохнем но эти медведи меня действительно очень огорчили почему туда не сосунуть каких-нибудь других монстров существ допустим тех же глар безу или каких-нибудь других монстров почему медведи медведи оказались такие сильные то есть я побеждал демонов сражался там спасал весь север от белхи фиета и сунами в итоге мою группу просто на раз-два разделывают какие-то медведи ну это ж не серьезно посадили бы туда дракону вот тогда бы я действительно был согласен хорошо дракон мою группу спокойно может уничтожить и без вопросов так теперь отдыхаем мне нужен отдых благодарю нужен отдых идем сюда собрать кристалл и потом пойти в южную часть и там тоже добыть опять же другой кристалл точнее камень но как вот без ускорения медленно перемещаюсь и за эти добычи еще постараться не умереть ни разу ну давайте скорее вот почему нельзя одному зайти а может можно нет нужно собрать группу прежде чем двигаться в путь что за глупое такое ограничение и так а может мне использовать невидимость они тогда не заметят а я просто заберу этот камень проверим бежим нет не атакуй пожалуйста забери камень он не дефектно теперь да безупречно отлично возвращаемся назад ах как будто можно вернуться назад без повреждения убегаем и идемте на юг так а вот как сюда пройти пройти то тут прохода нет да вот здесь где мы сначала хотели пойти но потом к нам пришла огромная группа шакалов и нас уничтожила так а здесь сундучок давайте посмотрим пока все равно никого нет а всю эту магию я знаю наизусть так тут чего ничего а нет есть какая-то полка для зелий даже две давайте непонятное зелье возьму здесь тоже есть только масло скорости если пригодится но я не буду брать не хочется итак у меня захламленный инвентарь больше чем нельзя сохраняемся и кто теперь нас здесь будет ждать летучие мыши размером с годзиллу а я был почти прав гарпий с огнеметом но с учетом того что нам очень много давали снаряжения на защиту от огня почему бы нет можно убежать отсюда нет отсюда убежать нельзя а сейчас а сейчас моя группа сто процентов погибнет она так и поступает очень много гибели группы просто чрезвычайно много итак что будем делать опять накладывать на себя все возможные благословения ускорения потом заходить убивать пару соперников выходить назад и повторить этот процесс снова и снова так невидимого компаньона я не могу еще исцелить ладно поехали ускорение надо не забыть благословение дальше что у нас декламация да декламируем вот сейчас не удалось заклинание потому что сначала праведный гнев праведного прочитали это неверная последовательность но уже ничего не сделать ладно идемте может кого-нибудь одолеем так что будем делать будем китать какую-нибудь молнию давайте на себя огненный шарк вставать если выживет кто-то хорошо ну вот что с такой ордой делать это безумно это действительно безумно ладно попробую что-нибудь придумать итак опять же наложил все заклинания идемте разберемся хоть с парочкой гарпий так одна мертва но у нас уже смятение есть у одного компаньона так вторая мертва демоническая мертва еще одна мертва еще одна мертва а у кого смятение ой у хеллен надо ее защищать и убивать вокруг нее всех она сейчас умрет она умрет и все все теперь очередная загрузка о да не знаю с какой попытки мне это удалось удалось победить всех этих гарпий а самая проблема что у меня в начале постоянно на шрицу находилось смятение постоянно и мне приходилось ее спасать так дефектная жемчужина давайте давайте найдем алтарь хотя что его искать он будет вот здесь это единственное место где мы еще не были здесь еще что-нибудь есть интересно нет к алтарю сейчас я не пойду потому что смысла нет мне нужно быстрее добраться до сундука времен года положить эту жемчужину после этого опять же молниеносно побежать назад что не получится о кстати моя паладинша уровень получает новый уровень три единицы здоровья халявных и снижаем еще необходимый бросок для попадания по сопернику и способность обнаружения стола которая не так чтобы и было полезно усталость как не вовремя у кого это слеза хелена иди клади забирай и теперь осталось забрать естественно перед тем как забирать нужно отдохнуть а потом серия закончится и будет финальная битва я практически уверен что портал нас не вернет домой а призовет вот этого властителя загадок типа мы угадали все его загадки на финальную битву но собственно он нам это как раз и говорил а после финальной битвы вот тогда мы домой попадем возможно Хобарт тоже освободится мне кажется он все таки подневольный как бы да он работает вместе с властителем загадок ну как сказать работает я понимаю следующее что властитель загадок это действительно тот бард который здесь был он умер в мучениях и случилось вот это проклятие он стал властителем загадок обладает ограниченной силой здесь и не знаю просто творить свою месть так мне требуется отдых благодарю отдохнули давайте направиться на юг заберем последний камешек и будем готовы к открытию портала но это уже в следующий раз вот что гарпии что медведи они просто уничтожили мой разум в этой пещере было очень сложно хотя даже не знаю может с медведями и посла кто кто здесь идет магичка интеллект 18 или 19 она не нашла правильного пути что с гарпиями что и с медведями было очень сложно я не считаю что это оправдано можно было каких-нибудь более сложных соперников например коричневых увольни сюда поставить чтобы было понятно хотя бы по какой причине такая сложность ну гарпии они же так это последний который в прошлый раз сбежала ну да да вот прочитаем здесь огненный шар так вот о чем я гарпии они же не такие соперники что прям их боятся или они доставляли подобные сложности ну да иначе так забираем это безупречная у меня места нет так что-то такое кольцо великого сопротивления ладно будет со мной лук стрелы в колчан забираем и убегаем в обратку они не успели мне кинуть свое заклинание так спасаемся идем к алтарю следующая серия начнется там можно в этой серии просто посмотреть это типичная пентаграмма на этом мазаичном камне изображена руна обычно считают символом моря ну и собственно вот пять ячеек будет правильно же на пять ячеек нужно положить откроется портал и что-то произойдет но это уже в следующей серии на сегодня спасибо всем за просмотр если вам понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока спасибо 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 спасибо